Что нигмата будет качаться, а в миде Квопа, который чувствует себя прекрасно, ну разве что Скай может ее напрячь, да? Но против всего остального она стоит шикарно. Так, сейчас я перезайду, а то муза... Тебе осталось с драфта. Кстати, вот именно когда на втором слоте сидишь, она частенько остается, не знаю в чем это. Чем вызван этот баг? Йоку готов завозить. И завозит. Не завозит! Ну почему? Почему же ты не завез? Все-таки завез. Ему сделали первое предупреждение снайперу, второе, и в итоге Йоку все-таки отправил его на топ. Ну вот как можно так? Выходит против тебя Рубик и Магнус. Мне кажется, лучше эту руну просто отдать в такой ситуации вначале, чем рисковать вот так вот начинать игру. Мне кажется, можно просто пятером прийти и напасть на этого Магнуса подсадиться. Ну или так, да. Но в любом случае это, конечно, очень неприятная вещь. Или самый четкий это Братрум. Он может, даже если ты его завезешь, он в ответ на чаржи пойдет. Слушай, ну ты на кого ставишь по пику здесь? Я? Ну я скорее на Эмпайр, судя по их лейту. Да, наверное, еще судя по этому, то, что снайперули. Это, да, это на самом деле тоже так. Ну, не скажу, что прям сильно порешало. Ну посмотрим. Сейчас нужно посмотреть, что будет вначале. Потому что, да, у Эмпайр смотрится все слишком жестко вроде как, но мы видели в доте всякие вещи. Пока что вот мы видим Йоку 0 экспириенс, а с сапогом убегает с хардлинии, в то время как Фобос получает экспу и фармит. И Спиритбрекер это герой, который может устроить такую движуху, с которой... Ну, в общем-то, он и специализируется на том, чтобы не в 5 на 5 драться, а где-то там на 1 на 1, 2 на 2. И здесь для него это все шикарно. Но здесь самый дизморалящий фактор, как бы, всех болельщиков Асус Полар должен являться, должна являться вот эта вот Энигма. Потому что она сейчас вынесет слишком много. Против нее вообще ничего не сделали, не забанили ей ничего. Контрить ее в лейте можно, в принципе, Спиритбрекером и Трентом, но тяжело. И мало того, что ты должен ее контрить, ты еще должен думать как-то о том, что Магнус ворвется. И все-таки забирают Курьера у нас Резолюшн. Но, правда, рискуют отдаться Снайпер, Шрапнель и Эдферсблат. Определенно не стоил Курьер этого. Определенно не стоил. В итоге Год получает неплохой буст, несмотря на то, что вначале вынужден был нести себе ТП. И если посмотреть на Года, у него до сих пор вот эти вот два Тангусика и Фласка. То есть его нюкать будет очень тяжело. Его будет Трент захиливать, у него куча хила. И сейчас Снайпер будет ощущать себя просто шикарно. Здесь даже не имеет смысла сейчас Резолю качать второй Шадоу Страйк. Ну, в принципе, против Ренджей это такой себе вариант. Но в данной ситуации он не окупится. Выход на Магнуса. Йоку или живой. Спасается от ФНГ. Уходит. ФНГ здесь не смог. Хотя, если бы просто пошел сразу вот сюда вот какую-то в эту точку, он бы, конечно, Йоку накрыл. Снизу нападение на Фобоса. Нет уже больше ничего. Можно дать ему Фейтболт. Но Фобос в итоге выживает. Захиливается фласочкой. Почти четвертый уровень имеет. В то время как Магнус у нас только всего-навсего второй. Взял все стики. Линия подпушена, но толку от этого никакого. Да, и мы видим, как Лил очень здорово перепулил кентавров и троллей. Точнее, крипов на кентавров и троллей. И сейчас будет забирать фарм. Тем временем на Фобоса нападение. Замедляют его. Но он слишком толстый. И остается еще 400 хп. Не пробить. Ну, из всех плюсов Империи осталась только вот эта Энигма, пожалуй, что. Да, пока коровка, на самом деле, она делает очень много. Я вот не понимаю, почему не хотят запулить разок, например, и перепулить вот сюда, а тянуть линию назад. Потому что Братром, он стоит и вообще шикует. У него кристат 7-0 на харде. В то время как у Йоку 2-0. Это при том, что у него нет нюков и фактически ничего. Тут важнее то, что у него четвертый левел. Откуда ни возьмись. Ну да, и он продолжает получать. И в итоге только сейчас Аллафа Дэнсу на отвергнулся. Пулит крипов. И вот сейчас можно будет оттягивать. Братрома небольшой минус в том, что в минде стоит Клопа. Очень тяжело именно разогнаться на нее и забрать сразу. Так, Йоку. Нашел ФНГ, нашел Скай. Понимаю, что для того, чтобы не вывезли на город, то лучше всего стоять здесь вдвоем и защищать. Так, давай посмотрим на графике. Ты знаешь, даже несмотря на то, что убили в начале, мы видим то, что... Ну, Энигма. Идет фарм по всем линиям. Не только Энигма. Клопа на миде против снайпера, который под армором. Она просто стоит и кидает свои скримы. Ее тяжело напрячь и, естественно, этому помешать. А Бузе по КД Боттл. Ну, и Тролль также на своей волне. Пошел Братрум. Ну, сейчас развести как-то Квин оф Пейн на блинк, но, как мы видим, Резолюшн только что его завязал и старается больше не использовать. И Спирит Брекер отменяет свой разгон. Хотя, если Резолюшн первый блинк свой провязает куда-то не туда, может быть, для него очень неприятно. Ну, его случай, в принципе, вообще надо просто стоять. И вот, на самом деле, знаешь, казалось бы, Йоку тяжело на харлинии, но Йоку сейчас делает огромную работу для своего союзника. Если бы его на этой харлинии не было, то... Скай бы прошел просто в мид, дал бы Сайленс и эту Буквапу убили. А так мы видим то, что пока Йоку страдает, Резолюшн и что-то дофармливает. Взял себе шестой левел, есть ультимейт. Но к году подойти довольно-таки непросто. Йоку выходит на линию, видит Спирит Брекера, Спирит Брекер дает разгон, Йоку уже потратил свой СК, это минус Йоку. Хотя стики. Но все равно слишком много, Снайпер заряжает ультимейт, но в итоге хватает Спирит Брекеровского урона. В итоге Спирит Брекер у нас забирает почти пятый, в то время как Магнус до сих пор, всего-навсего второй. И Хардлайнер команды Асус по ларме чуть больше. Но с другой стороны, Магнусу, наверное, оставят потом что-нибудь пофармить, когда пойдет какая-то более такая агрессивная игра. Ну вот такие киллы на Магнусе, они сейчас не критичны, потому что Магнус особо ничего не теряет, при этом в его килле участвовало почти пять героев команды Асус. То есть если взглянуть на графики, то они говорят нам об одном, то что пока Эмпайр выфармливает. Вот та самая Энигма, она набирает в разы больше силы, и она уже седьмая. Что здесь Энигма, как ты думаешь, брать? Все-таки какой-то Мекку? Мека. Ну вообще, в принципе, всегда может зайти Мидас, но я только думаю, учитывая, что Асус Полар, они на врыве, и у них серьезный проказ, надо будет брать Мекку и драться за Рошана. На ранней стадии. Ей нельзя жадничать, ей нужно просто работать на команду. Интересно, зачем Смок. Походу, пойдут сейчас. Хотя ей никуда идти не надо. Сразу могу сказать, что Эмпайр вообще никуда двигаться не надо. Вы стоите, вы фармите, вы доминируете. А вот на месте Асусов, это им нужно что-то придумывать и куда-то идти. Мы пока что придумали снайперу отдать Лиса, что он себе принес. Ага. Повязку из эльфийской кожи. Или ФНГ фармит. Вот два друга. ФНГ и год. Да, скорость фарма Лиса, конечно, потрясает воображение. Ну а что делать? А что делать? Фобоса отдают за то фарм на миде. Ну точнее, экспу ему отдают больше на миде. Ну тут такое, знаешь, вот Фобос это не самый лучший герой, чтобы стать против той же квапы. Плюс то, что он, естественно, получает экспу, но с другой стороны квапа добивает во-первых, теперь все крипов. Опасно, кстати, два тонких. Энигма сейчас делает все очень грамотно. На пару с Рубиком. Нужно забайтить на Йоку. Поднимает Лила, подходит Энигма. И, ну, Лилу докру. Кышка. Ну и на самом деле получилось не так плохо, учитывая, что четыре героя забрали одного только Лила. Да, и при этом может очень получиться снизу хорошо. Снизу, перетяжка, тренд идет. У Троля до сих пор нету ультимейт, что интересно. Но у Спирит Брейкера ультимейта также нету. Только у Троля восьмой левел все-таки, а у Спирит Брейкера пятый. Мне кажется, Саун здесь немножко психанул. Все-таки ультимейта стоит брать. Да. На восьмом-то левеле. Хотя бы для своих союзников, которые можно дать на другой части карты. Думаю, что сейчас возьмет. В любом случае, забрать его здесь не получилось. Ну и вышку не отдают. Вышку можно постепенно отхиливать. Гот уходит с линии. Ну теперь мы понимаем, почему Гот ушел с линии. Потому что и на него выйти могут. И плюс ко всему, линию неплохо было бы кому-то оставить. Проблема в том, что оставить ее действительно некому. И вот он сейчас фармит леса, но... Да, по-моему, единственный герой, который может хоть что-то придумать на этой линии, это Скай. И то ему будет стремно. Потому что Гота на самом деле забрать было тяжело. Он стоял бы под армором тринта. Квин оф Пейн попадает под станчик. Есть Блинк. Перетягивается. И Иллидан дает ультимейт. Сайланс забирает в итоге резолюшн. Иллидан еле живой. 60 хп уходит на базу. Спиритбрекер пошел на Йоку. У Йоку есть Скьюер. Пойдет ли дальше Спиритбрекер? Шестой есть. Можно идти. Не, это гон. Ну вообще ни одного сейф тп мы не увидели. Ну а зачем пока он не добежал? Это вообще верно. Да, фуловый Баратрум на Магнуса 3 левела. Это не то, что хотят эти ребята. Идут пушить. Рубик. Разогнаться. Да, Лоха Дэс на самом деле здесь интересные вещи исполняет. В итоге Спиритбрекер реализует свой разгон. Ультимейт нет. Фортификация снизу. Перетягивается сюда Лина. Дает раскаст. Энигма подходит. Тут же хил вышку. Always One of Fly. Готовится дать Блэкхол. Дает Блэкхол. И Иллидан здесь все-таки приехал. В этот момент вышку тоже заберут. Но мы видим то, что Флайм от игре настроен серьезно. Очень серьезно. Хороший Блэкхол. Но в прошлый Вич-Доктор, да, можно сказать, что по той игре тяжело было что-то сделать. Ну и плюс Андруша еще чутка подфидел. А сейчас у него именно тот дядя, который взят на лоспик, и он способен им перевернуть игру. Душа, давай. Скажи нам достойную игру. Снайпер забирает вышку. Да, идут разменчики, но в этих разменчиках мы видим только одно то, что у Асусов серьезно не дофарм. Уже 3000 голды и 3000 экспы для Эмпайр. Они по-прежнему лидируют. Я бы вообще отметил то, что пока что вся агрессия идет в основном от Империи. Мы практически не видим какой-то агрессии от Асусов. Если не считать вот эти выходы на Спирит Брейкера, которые... Ой, на Магнуса, конечно. Которые, в общем-то, это атака Хардлейнера. Можно считать, что это даже не атака. В то время как Эмпайр пытаются по всей карте. И, в общем-то, не все получается, но в любом случае за ними инициатива. Лидан фармит свой Юл. Есть ПТшка 8-й левел. Конечно же, ультимейт вкачал. У Троля до сих пор ультимейта нет. Интересно, долго ли Сайлент вообще еще без ультата будет играть? И выход. Выход в смоках на нижнюю линию. Видят Квин оф Пейн. Квин оф Пейн получает Сайлент. Не успевает среагировать. Ноль помощи. Хотя нет, помощи есть, но лучше бы ее было ноль. Потому что в итоге Квин оф Пейн забирают. Вот она пошла агрессия. Неплохая реализация Скайра с мейджа Спирит Брейкера. Спирит Брейкеру... В общем, Рубику отдают Чардж, но это не очень полезный спелл. И Трент. Тренту оставляют легкую линию. Вот он, тот самый момент, когда Трент начинает фармить, выходить в агоним. Трент с агонимом это герой, который здесь многое может перевернуть. И вот если учитывать Трента с агонимом, то Энигме сбивать Блэк Холл... В общем-то, и многое, что может. Очень многое. Получает ультимейт. Продолжает Снайпер пока спокойненько настреливать. Хотя вот выход пошел. Находит Спирит Брейкера. Находит Иллидана. Иллидан дает рассказ. Спирит Брейкер все еще танкует. Ультимейт от Снайпера. Иллидан свой ультимейт давать не стал. Не было маны просто-напросто. И Спирит Брейкер еще и уходит. Рубик идет за ним. Спирит Брейкер 200 хп. Пытается сделать телепорт. Ультимейт. И Спирит Брейкера цепляют его же собственным разгоном. Но продолжает он размениваться. Как же много потратили сейчас на Фобоса. Практически все герои за ним пробежали с верхней руны до верхнего тавора. Танге готовит засаду. Прячется в кусты. Смотрим. Ну, получили за него довольно-таки неплохо. Перцы. И продолжает фармить Гот. Гот фармит Яшу. Фармит, конечно, довольно-таки медленно. Но, как мы видим, Панетворсу только троллят встает. Лил фармит на нижней линии. И верхнюю вышку решили не дефить в итоге. Да, здесь очень плохая позиция. Тренд юзает инвиз. Ну, просто для того, чтобы посмотреть. Поднимаю тролля в воздух. Все-таки врывается у нас Иллидан. Но это того не стоило, определенно. Очень глупый врыв. Один на пятерых героев. ФНГ, конечно, был рядом. Но чем он помочь-то может в такой ситуации. В итоге Иллидан. Таверни в очередной расу. Иллидан на две смерти. Но обе из них довольно-таки невынуждены. У Сайлента есть Доминатор. Айрат, пожалуйста, возьми крипа. Я думаю, сейчас займется этим. Нападают. Нападают. А на кого нападают? На Магнуса нападают. Получает он Сайленс, Ультимейт. И забирают. Резолюшин. Атака налила. Спирит Брейкер получает Ультимейт тролля. В итоге минус Спирит Брейкер. Размен. Спирит Брейкера на Магнуса. Но Снайпер еще хочет душу Рубика. Хочет. А где же Ультимейт? А на Ультимейт не хватило маны. Только сейчас есть мана. Да, но это слишком поздно. В итоге 2 в 1 мог быть разменчик. Но в итоге получился 1 в 1. Хотя он довольно-таки ровный. И для Империи, и для Асусов. 5000 тем временем. Эмпайр у нас ведут по золоту. 4000 по XP. Ищет кого-то. Ищет Рубика. У Рубика 400 хп. Его здесь сотрут довольно-таки быстро. Выходит Рубик. Получает ЕУ. Стан. И... Ох ты! Неплохо откидывается. Неужели выживет? Идет за ним Лина. Ультимейт. Ультимейт минус. Но подцепили Элидана. Килл. Тренд протектора. Станчик Элидан. Бежать. Стычка от вышки. Волна Магнуса. И выживает. 93 хп остается. 24 хп. Квин оф Пейнт перетягивается. За Фобосом. Фобос делает телепорт. Сможет ли уйти с ТП? Фобос. Да. Уходит с ТП. Вот так вот. Рубик чуть было не похоронил здесь Лину. Но в итоге фраг забирают Асусы. И... Стягивают всю команду соперника вниз. Что также очень неплохо. Год продолжает фармить. Да. Году здесь нужно больше фарма. Явно. Потому что... По сути дела, кроме него ДПСить здесь особо некому. Судя по тому, как все происходит. Все слишком какое-то тонкое. Все слишком близко стоит. Даже Лина с ее радиусом атаки все равно подходить боится. Потому что слишком много дизейблов. Ну и что у нас? Мека появилась у Энигмы. И Энигма фармит дальше. Энигмы, конечно, здесь собираться в БКБшку. Собираться в Блинк. Это очень неплохо. БКБ, Блинк. Желательно. Возможно, Линкин. Если он... Да. Даже приоритет на Линкин. Чтобы он сбивал... Чтобы Баратрум не мог его застанеть. И врыв на Сайлент. Сайлент нас один. Вот это баши. Он, по-моему, дал сейчас три баши подряд. Ну, и Сайлента забил. Собираю два. Опять, пока что Фобос и Лилл. Это все, что есть фактически из агрессии. Ворует Ауру. Ворует Ауру Спирит Брейкера. Не самый полезный спелл, конечно. Но так уж вышло. Но если ты будешь воровать другие спеллы, то Аура на всю команду это найсец. Я бы сказал, да, что если Рубиком своровать здесь Ауру Спирит Брейкера, который будет замакшенного уровня, то это, по-моему, вообще будет топ-1. Поскольку все будут плюс 18%, все будут бежать на этого снайпера, и он не убежит. Ну, возможно, да. Возможно, не так плохо. Но в данной ситуации первого левела... Ну, хотя, с другой стороны, там только чардж полезен. Ультимейт, как мы видели, он вообще бесполезный на Рубике. Потому что нету Баша. Хотя это, по-моему, дикая хрень. Должны давать все-таки ультимейт, как дают ультимейт SF, ультимейт Луны. Но вот на Рубике почему-то не работает Спирит Брейкер. 5-8 у нас в пользу Асусов. Они продолжают уступать по графикам. Хотя несколько выровняли ситуацию после вот этого фрага на тролле. Он слишком много дал. И Трент. Трент видит сейчас Сайлента. Идет на разведку. Видит, что рядом с Сайлентом никого. Но и Сайлент отступает. А в этот момент вся команда Эмпайр в смоках идет во вражеский лес. И сейчас, если они там никого не найдут, а они там вряд ли кого-то найдут, потому что там просто никого нет. Хотя вот могут Иллидана найти. У нас пока что топ-фидер Рубик. Выходит, цепляет его. Queen of Pain. Находит Иллидана. Иллидан поднимает себя в воздух. Но его драгон с фаевым забирают. Минус Иллидан. ФНГ уже половину Аганима насобирал. Ну и Асусы, которые также были во вражеском лесу, также кого-то искали. Дается здесь не удел. Все еще есть Блэк Холл. Что у нас у Магнуса? У Магнуса есть Блинк, кстати говоря. Хотя левел у него, конечно, смешной. На 17-й минуте. Мой левел. Нужно срочно получить какой-нибудь экспириенс и какой-то хороший надмен. Находит Троля. Тролль. И да. Вот это... Игра, думает Сайлент. Замечательно. Находят его два героя. Уже второй раз подряд забирают. И в итоге опять размин у нас получается неплохой для Асусов ФНГ. Магнус дает РП в Снайпера. Очень неплохо. И сейчас Овергросс великолепный от ФНГ. Всех захиливают. Снайпер еле живой. Спиритбрейкер врывается. На Энигму. Нужно отменять. Поднимают Рубика. Калейдан уже здесь. Магнуса пристрелил год. Рубик. Драгон Слейф. И ультимейт в спину. В итоге минус два. Ну и ФНГ сейчас просто спас всю ситуацию. Потому что снайперы зацепили с очень дальнего рейнджа. Совсем не учли то, что тренд может быть в инвизе где-то рядом. Забыли про это, возможно. Но я думаю, теперь от имперцев появится сразу несколько пачек Сентрей. Однако Асусы собираются максимально нарастить свое преимущество. Пошел разбег на Энигму. Видит ее Скайрос Мейдж. Замедляет. Энигме что-то нужно делать у Энигмы гем. Ой, как не хочется ее терять. А придется. Квин оф Пейн вписывается, чтобы забрать гем. Но Спиритбрейкер... Нет, Спиритбрейкеру нужно валить. Тролль дает ультимейт. Тролль здесь же. В итоге забирают Спиритбрейкера. Что у нас на Рошане? Рошан все еще жив. И можно попытаться ворваться. Энигмы, конечно, нет. Но Тролль может. Магнус может. Но у него нет РП. Станчик в Рошана. И минус Рошан. Снайпер забирает Аегис. Заходит Тролль. Снайпера можно зафокусить. Его поднимают в воздух. Снайпера фокусят всей командой. По-моему, нужно валить. Просто валить всем. Кот. Забирают у него Аегис. Ну и сейчас заберут еще раз. Да, еще раз. Ну, нужно валить всем. И как бы этому примеру действительно последовали игроки Асус. Можно сказать, что, наверное, где-то пожадничали. С другой стороны, я не уверен, что если бы они эту Энигму не забирали, то им бы дали вообще этого Рошана забрать. Непонятно, честно говоря, в чью пользу размена Тогова. Я уверен, что у них бы это получилось в разы быстрее, поскольку так-то они время противника не заделевили. То есть резолюшен во время убийства своих врагов он дальше шел вперед. И в результате не хватило как раз вот малого количества времени для того, чтобы Рошана забрать. Стоило все-таки не жадничать. Да, Гем, тем более, не смогли забрать у Энигмы. Вот он, тот самый Труссайд, про который я говорил. ФНГ идет. А кому Гем в итоге? К ВАПе отдали, да? Если правильно понял. Нет. Гема, кстати, я не вижу. Возможно, его выложили на базе. Да, так и есть. Выложили на базе, чтобы не потерять, не дай бог. Ну и по графикам мы видим, что итоговый размен он получился даже довольно-таки неплохим для Асусов. Потому что они сравняли всю ситуацию, ультимейт и Квин оф Пейн забирают. Спирит Брейкер отыгрывается великолепно. Да, еще и Доминейтинг с нее сняли. Да, я так думаю, Резолюшн на самом деле был не готов к такой момент. То есть ожидал, что он сразу даст Саленс и после этого будет играть Йоку. Ооо, Эллидан, какая реакция? Поднимает Йоку, не дает ему ничего сделать. В итоге Йоку минус, поднимают Спирит Брейкер. Но Спирит Брейкер втанковывает просто весь демаг и драться уже нечем. Йоку тоже был не готов, судя по всему, потому что его поднимут в Йоул. Ну, тут я бы сказал, просто был готов, Эллидан. Ты не сможешь с Магнусом ворваться, развернуться, потому что на это требуется времени. И Лина с мгновенным кастом Ула, она, естественно, впередит тебя. Причем размен получился 2 в 0, а дрались только три игрока Асусов, вдвое фармили. Да, поэтому для Магнуса в этой игре нужно просто делать Блэк Кинг Барр ферстайтл. Иначе он никогда в жизни никого не привезет в твоей команде. Ну, Йоку вообще сейчас тяжелая ситуация у него. Он Магнус, он почти последний с Нетворса. Мы видим, что его даже Рубик начинает опережать. По левелу он последний. Да, по левелу он последний. А учитывая, что в каждом замесе тебе нужно врываться первым и умирать, то неприятно негде фарму брать. И вышку отхилили, которая стоит у нас в миде. И опять ее придется забирать. Очень много на нее уже сил потратили. В тем временем тренд выходит медленно, но верно в Аганим. Есть, конечно, у имперцев гем. Возможно, он даже куплен заранее, чтобы в случае чего можно было купить второй. Потому что против тренда это жестко. Да, снизить кд. Вот Салент в этот моменте молодец, он купил себе манту. Во-первых, хочется пощеркнуть, что Урсоин себя постоянно стакает и забирает под импауэром. Да, это важно. А во-вторых, у него есть манта. Мантуин будет сбивать корни. Мантуин может дезориентировать пиратом Матераки. Снимать Салент с Кая. И пока импа все еще находится в стадии набора айтемов. Алоха бежит с палкой со своей, но да. Очень аккуратен на этот раз или да. Но это больше используется как разведка в данном моменте. Ты просто чараешься на одного героя, желательно вообще с фонтана, как это делает Фобос постоянно. И после этого, естественно, останавливаешься. ФНГ продолжает фармить. У него уже осталось тысяча монет всего-навсего до Аганима. ФНГ в этой позиции. Алоха всех видит. Прейкер получает и ух. Ну минус. Минус Магнус получает баш в итоге. От Спиритбрейкера и Магнус никуда не уходит. Минус два в очередной раз. Ну это два друга сразу видно. То есть непонятно, куда пошел Алоха. Твоя команда спокойно забирает вышку. Ты просто стоишь, не дергаешься. Ну это как пап. То есть твоя команда забирает вышку. И ты надеешься, что здесь будет стоять один герой, который ничего не делает. Ты его поднимешь, загангаешь. В итоге он прыгает. А тут неожиданно команда. Причем команда-то хорошая. Асус Полар. И в результате мы видим, что подобные мувы, они идут только в минус команде. Только Магнус решил его поддержать. Но это все мы знаем, что Йоко и Алоха Дэнс, а не кореша. Начинали вместе, поэтому дяжутся. Девятый левел у Магнуса, в то время как уже все взяли по одиннадцатому. Хотя не совсем нормальная ситуация. То, что Энигма у нас имеет такой же левел, как Тренд и как Скай. И по Нетворсу, в общем-то, Тренд вообще у нас идет... Ну, хорошо, в общем, идет Тренд. Четыре тысячи Нетворса. У него уже скоро Аганим. У Лины появляется Аганим. Тренду остается всего-навсего триста пятьдесят монет. Тут видно, как... То, что на Тренте играет Капитан. Капитан, валите все, я фармлю. Но он правильно сам делает, потому что Тренту фарма брать негде. То есть он не может фармить Лиса быстро, если у него нет какого-нибудь Мидаса и Щитка. Он не может делать там... И, ты знаешь, супер-молы с нюками. Единственное, что он может делать, это тычковаться. И в итоге крипов он забирает. И пока мы видим то, что к Аганиму он себя приближает. Троль покупает Блинк. Тренд... Ну вот он, вот он, собственно, его Аганим. Вот эта вот пачка крипов. Все, готово. Двадцать пятая минута. Аганим. И сейчас начнется лютая дота с деревьями. Очень неприятная. И Эмпайр ни в коем случае нельзя сейчас свой гем терять. Нужно, во-первых, его доставать из багажника. Или где он там у них лежит. Но, видимо, уже достали. Да, Сайлент берет. Нет, топорик все-таки. Топорик важнее. Но он прав. Топорик тоже нужен против Трента будет. Хотя здесь есть чем ломать Лиса, но... Прежде всего, это Энигма. С ее Миднайт Пульсом. Так же Магнус может со Скьюером. Ну и Рубик, если кого-то поднимет, ну это такой себе вариант. Никуда не торопятся у нас Асусы. Продолжают выфармливать. Год делает, возможно, Блэк Кинг Бар. Хотя, мне кажется, Блэк Кинг Бар здесь даст не так много. Учитывая, что все пробивает БКБ практически. Может быть Дизоль. Дизоль не работает с Момом. Я так чувствую, это просто против КВП и Сайлентса. Чтобы его нельзя было забрать. Потому что без Блэк Кинг Бара, ты представь, ты снайпер на Момчике, у тебя 1200 хп и на тебя прыгает КВП. Ты там улетишь за Сайлентс. И при этом ничего не скастываешь. Шарапнель здесь очень важна. То есть Блэк Кинг Бар пробивает почти все, но тем не менее, те сплы, которые не пробивают, против них защититься хотя бы будет неплохо. Вот если Момчик не брать, если вместо Момчика взять, например, какие другие ДПС айтемы, тогда можно попробовать и так, но учитывая, что ДПС у Напаи жестковато, то все-таки нужно жертвовать. Ну и как мы с тобой видим, драки происходят очень редко. Сейчас вот сверху нападение. Не нападение, а просто ФНГ развитое обстановку. Ну и очень опасно, потому что гема у Энигмы уже есть. Да, где Ходьга нашли? Капитан приехал. Рубик забрал, смотри, что забрал Рубик. Деревья, лол. Лол. Ему сейчас нельзя умирать вообще ни в коем случае. Нужно вардить все. Нужно вардить деревья Тринта и рубить их в ответ. Комбинация? Да, ну в итоге начинает потихоньку зачаровать. Наверное, когда его убьют, правда, все, или когда просто закончится, все деревья исчезнут. Но, тем не менее, пока что можно поразвлекаться. Асусы понимают, что драться 5 на 5 им не очень-то хочется. Да и как с начала самого этой игры, фактически. 5 на 5 у них слишком слабая. Да, Рубик начинает. Правда, он не может скастовать ультимейт Тринта. Это очень обидно. То есть даже если он сворует ультимейт, если я правильно понимаю, все деревья исчезнут. Хотя не факт. Это вообще интересно, как работает. Тут интересные вообще вещи могут происходить, да. То есть у меня есть ощущение, что ультимейт Тринта сработает, если у Тринта он уже считается как каст. Ну, по крайней мере, я так думаю. Я не знаю, смотри. Поставил прям дерево на дереве. Дерево на дереве. А что будет, если зачаровать то дерево, которое уже зачаровано? А вот мне... Можно перезачаровать? А вот мне интересно. Не, я так думаю, знаешь, будет считаться, как двойной баф, что ли? Я не знаю. А, это вопрос. Вот этот фобус что-то делает непонятное снизу. Он просто один. Подходит лилой. Они вдвоем решили напасть четверых. И у них это получается. Это посмотри. Может убежать лил? Да ладно. Угоните. Лол. Они все убежали. Какие бойцы. Продолжает Алоха у нас вардить своими деревьями. Заходит как можно глубже. Так, но тут мы видим, что его-то деревья повырубали. Каким-то образом. Понятно, каким, правда? Нет, непонятно, каким их спалили образом. Я не вижу гема. Он просто видел, я думаю, просто видел, когда он подходил. Тролль второй раз провязал батл транс. Никого не находит. Точнее, видит Skyros Major, но забрать его тяжело. И идет опять пушить вышку. Асусы просто фармят. Все это время. Они даже не пытаются драться. Нападение РП влило. За что такая честь? Тренд прилетел. Получил Сайланс. Ничего не может скастовать. Тренд очень плохо. Но Снайпер настреливает в Руби, как Вин оф Пейн. Ультует, раздают. В итоге Лину забирают под Миднайт Пульсом. Тролль очень битый. Тролль уходит с Блинка. Ультимейт от Снайпера. И забирают в итоге Тролля. Пошел ультимейт. Сной Блэк Холл никого не засасывает. Фобос в него заходит. Год делает даблкил. Год делает триплкил. Ультракил от Года. Потрясающе. Снайпер реабилитировался. Точнее не реабилитировался. Он просто настрелял. Вот что он делал. Он делал Мэйл Штром. Просто забежал сбоку. И раздал в итоге. В драке. Смотрим. 2800 урона. Потрясающе. Да. Как же все криво-то получилось у имперцев. Такое ощущение, что они не выдерживают. Им терпения не хватает. Потому что стоит этот несчастный Скайрос Мэйдж. У него кастуется все. Позиция ужасная. И снайпер набегая вот откуда-то отсюда. Или может даже с базы. Он просто всех в очереди расстреливает. На ВОВа. Второго. Третьего. В итоге топ-1. NetWars по графикам мы видим, что ситуация по-прежнему с небольшим преимуществом Empire. Но лишь с небольшим по золоту и по XP вообще не проигрывают. Но благо гем. Гем хотя бы удалось унести. Иначе это было бы провал. И Рошан появляется в самый... Самый предсказуемый. Точнее, самый невыгодный момент для Empire. Вот это вот. Ну вот это знаешь. Вот это вот кровожадность, когда ты играешь. И в один момент готов идти в атаку. Хотя и Рошан может появиться. Он сыграл как раз с нами злую шутку. Потому что сейчас они не успевают. И вот этот снайпер, который поднимет сейчас Aegis, он будет нереально раздавать. Кстати, все деревья Рубика исчезли после того, как его уют. Да? Дикольно. Узнаем много нового о Доте. То есть Рубику никаким образом не скастовать ультимейт рента под деревьями. Потому что он ворует ультимейт рента, и у него исчезают деревья все в этот момент. Ничего не сделать. Spirit Breaker, Black King Bar. Лина, Ultimate Orb, возможно, будет варить себе хекс. Trend Protector. Ну, Trend Protector и так нормальный. Black King Bar на Фобосе с Владимиром. Довольно-таки неплохо. Смотри, что с лаймом происходит. Он попал под овергроз. Да, моментальный тп аут. Так вот. Линн пытается размять вышку на миде. Хилить ее нечем, придется динайть, скорее всего. Хотя мы видим, что Иллидан слишком кровожаден. В итоге забирает. Тролль прыгает за ним, но... Иул. Иул, хил. И что творит-то? Иллидан. Такой бешеный. Попытка его захилить. Spirit Breaker врывается в квапу. Квапа жмет БКБ. Иллидана сняли. Такой он вообще дикий этот Иллидан. Снайпер набегает. Сайл он до Форстафет. Нужно валить. Пользует Манта Стайл. Год ничего не боится. У Года уже Скади. Скади с Энжин Яша и Мейл Штром. Неплохо, неплохо. Говорит, дайте 30 секунд пот с лица смахнуть. Потому что фармил он всю игру. Мне кажется, фармил прям в поте лица. Судя по тому, на творчество. Ну да, снайперу-то определенно, учитывая, что он с самого начала игры в лесах практически, ему такой же Нетворс иметь, как имеет тролль, очень тяжело. И при этом хорошая сборочка. Тролль к нему никогда в жизни не подойдет. То есть троллю, вот мы видели, что сотворил снайпер с вражеской командой. Он обязан у него прям ворваться сходу. Учитывая то, что здесь есть Братрум, Тренд, ребята, которые могут его подсейвить. Получается, что ворваться вообще не вариант. То есть нужно как-то вот бегать по лесам, обходить за елочками или стараться выйти в смоках. Вот на чистом поле тогда у Имперы есть шансы. Но пока мы видим то, что Асусы действуют грамотно. Они просто не подставляются и сидят за этими деревьями до последнего. Вообще, я так понимаю, что Асус у нас каждый раз пытается так пересидеть имперцев. То есть по всем играм. Ну да, я могу сказать, что они-то как бы поняли, что это за патч. Что в принципе играет 60 минут, это на самом деле уже почетное дело. И выфармливают, поэтому очень много игр. Очень много игр, так вот мы видим, стараются забрать. Но Фобос понимает, что там нечего делать. Очень много игр идут просто на то, что ребята берут себе сильнее лейт и сидят наверху. Вот, пока не отфармим. На самом деле, очень многие игроки, я бы сказал так, уже наверное процентов... Так, опасно, 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 клопа. Лил. ВКБ нету. Так вот, на самом деле уже очень много игроков. Я бы сказал, уже так, процентов 80. И там PPD, Fear. Ну и вообще, вся мировая элита, они уже все высказали свое мнение по этому патчу, что этот патч это полнейший провал с точки зрения метагейма. Ну, потому что раньше был только один патч, вот даже недавно с Дени на эту тему общались, что где, знаешь, там рулили зомби, баньши, ты просто нажимаешь на одну кнопку, и из-за тебя все делает там там байли, твои нюки, ну это потом понерфили. А второй патч это вот этот, где тебя просто вынуждают, знаешь, брать сильнее лейтгейм, чем у твоего врага, естественно фармить. И в итоге, мягко говоря, у игроков, у многих горят пуканы страшно. И их можно понять. Потому что, как мы видим, ты набираешь вот таких героев, как снайпер, который дефит свою рампу, и сидишь, выфармливаешь 6 лотов, плюс байбэк. Только потом идешь драться. Клил взял ген, начинают сбивать ворды. Ну, если собьют ворды, то окажутся в довольно-таки хорошем плюсе, потому что у них все-таки есть деревья, которые бесплатные. Да, их можно рубить, но их легче идти ставить по всей карте, чем покупать ворды. Главное теперь этот гем не отдать. Но я так понимаю, Скайросмейш сейчас его положат на базе. Вот летит Курьер. Они будут гемы коллекционировать. И вот она, клаудная позиция. Клаудная позиция. А вот они, Эмпайр. Ну, Эмпайр тоже, в общем-то, поняли, что проще фармить. В такой игре, ну, да, напополам поделить. Ферма не хватает, вот реально. Вот ферма бы, она ставишь ферму, да? И пока вот вы сидите в арбитер, кликаете, то в это время можно там что-нибудь взрастить. Или прополоть что-нибудь, да? Может быть, там, устроить битву питомцев. Алоха. Алоха Дэнс. Алоха Дэнс, он вот такого не ожидал. Вообще, в принципе, Алоха Дэнс хорошая позиция. Вот если посмотреть, да, вот оцени. В принципе, вышки рядом есть, то есть тебе могут помочь. И союзные герои рядом. Поставил вард, но учитывая, что у врага Гем, а он вот в этой территории перемещается уже, наверное, последние 5 минут по КД, то это выглядит такое себе. Короче, имперцы решили в такой супер лейд зайти, потому что, о, Квапа топорик взял, чтобы рубить деревья. Вот, пора. На самом деле, смешно шутки шутками топорики надо всем брать. Она уже все вырубила. О, сейчас будет интересно, если она... Меня смешает то, что они одни бегают, да, по этому лесу. Вот в такой игре, кто первый покупает БКБшки, тот в минусе. Потому что, если мы видим, у Импайра нет, у Ассов нет БКБшки, разве что у Братрума. И то он ее еще ни разу не вязал. Но у Магнуса он тоже особо не торопится. Да, да, да. То у тролля БКБшка, которая свежая, а у Резолюшн уже 80 секунд. И он слабеет с каждой секунд. Золь получает Чардж оф Даркнесс. Не стоит ему особо рисковать, потому что здесь очень опасная ситуация. Видит он сейчас спирит брейкера, нужно валить. Дает Сайленс. Минус Блокинг 2. Ну, отличный РП, шикарный врыв от роля и минусует линус спирит брейкера мгновенно. Вот это была отличная комбинация. Снайпер, Овергросс пошел. Снайпер расстреливает Алоха, ворует метку Скайра с мейджи минус Алоха. Но снайпера, кажется, здесь похоронят. Блокхол не тратит. Все в БКБ. И да, снайпера-то Аегиса никакого нет. Просто его забирают. В итоге минус 4. Вот это неплохой был байт на Клопу. Ну, такой байт, знаешь, там был один Баратрум и Скай. То есть, Баратрум пару раз с Резолюшена убили, но Резолюшен, умирая всю игру от этой комбинации, он понял, что нужно просто подождать своих союзников. В итоге он находился в позиции, где, естественно, вся команда была рядом. Это свой лес, который они фармят уже 10 минут. И Фобос, по-моему, сейчас этим врывом, ну, не знаю, может быть, создал трудности для своей команды. Потому что сейчас нужно выкупаться. Тавер могут забрать за 20 секунд. Сейчас кому-то надо по-любому выкупаться. Вот снайпер уже выкупился. Развели на пайпбэк. И самое смешное, что одного снайпера недостаточно. Потому что тавер падает. Так, армад рента падает. И вот вам, пожалуйста. Это вот, знаешь, была игра на развитии. Играли честно. И потом вышли, ответ. Ну и отходят, отходят, забрав огромное преимущество. Как мы видим, графики у нас рванули вверх. Очень хороший выход. Ну и здесь мы видим, что все-таки комбинация у имперцев слишком сильная в драке. И она начинает быть все полезнее. Сейчас Магнус возьмет себе БКБ. Энигма возьмет себе Блинк. В перспективе всякие рефрешеры. И как здесь Асусом драться, вообще непонятно. А знаешь, почему такие проблемы? Прости, что на другую тему перехожу. Почему? Потому что энергия, энергия у мужчины, у русского мужчины, она должна найтись, ну, место и время. То есть у меня есть ощущение, что всем игрокам нужны рядом какие-то подушки или груши. Ставить таких игроков, что вот они стоят, да, ничего не происходит, ну, защитная дотка. И ты просто встал и грушу побил. И тебе полезно, ну, с точки зрения игрока, да, и спорт развивается, и мышцы на руках качаются. То есть прикинь, представь себе, сколько в пользе. Я на самом деле повешу обязательно, сам буду в паузах. Ну вот, я говорю, да, а параллельно, ну, это реально плюс, поверьте, что вот они бегают, фобосы, у него уже руки чешутся, это на самом деле нормальная реакция. А так ты побил грушу, на расслабоне пока стоишь на базе, и в итоге нормально. Или вариант номер два ферма, естественно, потому что тогда будет твой интеллект работать. Можно там партейку в шахматы забацать. Но в итоге мы видим то, что Асусы, у них нету груши и нету фермы, поэтому пошли они в агрессивную доту играть. Я могу сказать только одно, то, что Енигма, в принципе, давно не взяла свой блэкхолл, и это, честно, станет очень скоро. Вот жаль, что он Медасик не сделал. Вот он с Медасиком, пикинь, как бы он уже нафармил. Я думаю, Медасик здесь был неплохим решением, но на самом-то деле ему спешить некуда. Да, у них чем дальше, тем лучше всё. Таким пиком. Так, заходят в мид. Может быть, попытаются сейчас сломать бараки. Но, мне кажется, здесь нужно за Рошана биться. Ой, Рошан-то появится у нас вообще в самый поздний из возможных таймингов. Фобос побежал. Нормально, за Фобосом все гонятся, Фобосу надо делать ТП. БКБ и ТП. А, отменил РП, хотя мог завязать. Ну, Фобос в итоге уходит, провязав заряд БКБ. Развлёк немножечко соперника. Йоку, Блэк Кинг Барр, теперь ему будет попроще. Ну и Гот продолжает фармить свои арты. Видимо, всё-таки хочет вынести БКБ. Но, по-моему, если вот до года доходят герои соперников, ему не поможет ничего. Я согласен. Если он вот так вот начинает их расстреливать издалека, да, тут можно. Я согласен. На самом деле, тут очень скоро будет такая штучка, как, ну, в принципе, она уже есть у КВП, это Хекс, да? И тут, в принципе, Энигма доходит, БКБ не поможет. КВП прыгает, БКБ не поможет. Прыгает Магнус, БКБ не поможет. Прыгает Тролль. Самое смешное, что БКБ тоже не поможет. Да, вот я о чём и говорил, что БКБ здесь может не лучшее решение с этой точки зрения. Да, в таких играх, по-моему, единственное, что может быть профитное, не знаю, какой-нибудь Блинк Даггер, Лотар, чтобы тебя вообще не было видно. Ну, кстати, да. Ну, просто как вариант, потому что, ну, позиционка для снайпера в этой игре это самое главное. Хотя, с другой стороны, если вот Тренд будет держать в Инвизии и начнётся драка, то вот тогда всё будет качественно. Тренд, да, забирают. Он в Инвизии куда-то пытался улететь, никуда не улетел. Ну, и идут опять по миду в очередной раз. Трента нету. А, у Трента уже почти рефрешер нафармлен. Ну, не знаю, тут как-то тяжеловато. Мне кажется, тут нужно выбить каким-то образом первый гем, потом второй гем, и только потом его ультимейты будут эффективны. Либо купить себе Блинк. Запрыгивать, ставить ёлку, давать первый овергросс, второй овергросс. Но пока что вот эти вот ёлки Трента не выглядят такой имбой, когда против них покупают гемы, хороший мап-контроль. Падает. Последняя теперь два вышка. Элитдан у нас выходит, судя по всему, в Хекс, в Спиритбрекер, в Кирасу, ну и Снайпер. Теперь пока что Огр Клаб взял, но это будет БКБ, очевидно, потому что больше нечего собирать. Из Огр Клаба собирается Аганим, Сэндж, который у него и так уже есть. То есть Аганим ему не нужен. И Блокинг Бар. Урона маловато просто. Вот эти вот 200 урона, их не хватит против вот такого вот Тролля, который 2 800 хп. Ну и в принципе это основная проблема, Тролль. Хотя опять же, учитывая, что появляются Хексы, всякие телекинезы есть, может быть без БКБ смысла не будет вообще. То есть здесь как бы и БКБ нужно по-хорошему, и урона много нужно. Но то и то взять одновременно тяжеловато. Смотрим на графике, видим 10к перефарма в пользу Team Empire. Видим 5000 перефарма по экспириенсу. И заходят по нижней линии. В этот момент у нас Асусы остаются на топе. Может быть даже вышку удастся сломать сейчас Фобосу. Или его будут ловить. Но ловить его тяжело. Хотя можно было бы попробовать какой-нибудь квапе перетянуться. Игра на развитие. Вот, кстати, да, интересный момент. Смотри, у снайпера Скади, у снайпера Мейлштрон. И Мом. Это стакается все вместе-то вообще? Да, это все стакается. Я вот просто не вижу... А, нет, замедление, замедление идет. Да, все стакается. Просто посмотрел, что замедления вроде как нет, но нет. Просто анимации замедления нет, вот этой вот тычки ледяной. Это такой анти-миличный билд. Ты выдаешь миллион замедления, и тролль, он погибает. В принципе, наверное, один из лучших героев, чтобы законтрить тролля. И пока Асусы взят. А, что он делает еще? Тринту в такой игре, по-моему, нужен блинг. Ему надо врываться за спину инигмы. Или, не знаю, там... Ну, короче, за спину кого угодно и рутить. Ну, желательно инигму в Блэкхолле. В смаках стоят, выжидают. Но Асусы не так простые. И заходят, просто сейчас бараки сломают. Ну-ка, фортификацию нет. Нет, они умрут все, если начнут бить бараки. Тут такой момент, что если реально... Ну, братрум видит, он просто разгоняется на троллайвл башет. Снайпер всех будет врубать. И ты вообще ничего не сможешь сделать. Ну, идут. Квапа не передамажит. Да, нужно аккуратненько по одному. Аегис реализовывать. Не знаю, что Сайлент так боится, но он реально вообще не хочет подходить на ренч. Синге у нас снизу. Сейчас будет подфармливать. Видим, Сайлент бежит куда-то на Эншентов фармить. И пошел Спирит Брекер. Пока нету тролля. Так, Квин оф Пейн, находят ультимейт. Все в квапу. Квапу стирают. Тут же байбэк. Энигма, Блэк Холл, но тренд дает Овергром. Сбивают Блэк Холл. Снайпер расстреливает Энигму. Ультимейт в Магнуса. Своровал Спирит Брекера ультимейт, но он не работает. Магнус продолжает дамажить. Тролль включает Блэк Кинг Барну. Его все кайтят, что делать? Ульт в одного Спирит Брекера. Его форстафят. Спасают. Фобос. Можно разгоняться. Фобос разгоняется. Бажет Рубика. Ультимейт Магнуса. Магнус уходит. Минус Спирит Брекер. Минус... Да, кажется, это минус Лил. Лилы забирают. И смотрим на Сайланд. Сайланд попадает в отстан. Хекс. Квин оф Пейн неплохо врывается. Года захиливают. Год пытается убежать от тролля. Тролль идет за ним. Поднимают в воздух. Врыв. Квин оф Пейн. Квин оф Пейн очень битая. Квин оф Пейн нужно валить. Потому что нету байбэка. Тролль начинает дамажить. Но у него нету БКБ. И в итоге тролля стирает Снайпер. Квин оф Пейн остается. Но ее видно. Ультимейт Снайпер заряжает. Квин оф Пейн уходит с блинка. Потрясающая драка от Асусов. Как они сейчас вообще все это перевернули? Смотрим. Они отдали двух героев. Забрали четырех. И по байбэкам 1-1. Потрясающий камбэк. Тренд сразу покупает себе рефрешер орб. Снайпер настрелал 6к урона в драке. Ну, да. То, что Сайлент пошел фармить аншентов, сказалось очень печально. То, что Сайлент пошел фармить аншентов, это, по-моему, вообще решило чуть ли не все в этом моменте. Ну, я не понимаю. Они бегают в пятером. Враг сидит на базе. Вот пять героев сидят на базе. Вот пять героев сидят на базе. Бьют там груши. Играют в шахматы. Не важно, что они делают. У вас вся карта. У вас вся карта. И что делает Сайлент? Он вместо того, чтобы пойти со своей командой спокойно пофармить всю карту, он просто идет и фармит аншентов. Естественно, Асус это понимает, нападает и все. Пол команды. Ну и команда тоже молодец. То есть уходит тролль. И вместо того, чтобы как-то взять позиционочку, например, можно на ХГ зайти, можно Сайлентом пойти, можно сделать еще что-то. Они просто стоят на центре, как ни в чем не бывало, и неожиданно братрум врывается. Пока такое себе. Эмпайр не выдерживает, вот что я могу понять. То есть, короче, все не выдерживают у нас. Но не, не, Асусы в такой игре, ты что, они на самом деле... Квапу находят. Да, находят Квапу. Бегут там, бегут за Квапой. Там бежит снайпер, начинает пью-пью. В итоге больно Алухи Дэрд. Еще бежит братрум. Изолюшин почти забрал Скайл. Но от братрума он никуда не денется. Минус гем. Минус Вася. И возможно, это второй гем уже. Надо сейчас прочекать, обязательно будет. Смотрим. Гем есть один у ФНГ. И второй, да, у Фобоса. Там, минус два гема. И вот видно, что они не выдерживают, действительно. Потому что они уже начинают совершать глупейшие ошибки. Ну, там, пытаться что-то сделать вдвоем, втроем. И против кого? Против Асусов, которые бегали в пятером последние 20 минут игры. И они и дальше бегают в пятером. Это вот та самая сила нового патча. И они не представляют, что им делать. А тут, в принципе, все понятно. Надо просто упаковаться. Минус рефрешер и поехали. Энигма рефрешер и Линкен тоже поехали. Там, Рубик шесть мотов. Его еще никто не отменял. И вот тогда игра заиграет. Потому что пока... Вот у них было 14 тысяч голды, да? Они за этим не могли. А сейчас у них будет 0. И они вообще ни за что в жизни не зайдут. Но и Асусы не зайдут. Поскольку снайперу будет тяжело базу бить. Хотя, знаешь, квапа без байбэка. Квапа без байбэка. Нет, ну сейчас квапа без байбэка. Можно зайти. Давай посмотрим. Начинает харасить. Стягивать противника. Четвером. Еще одна шапнаель. Просто на разведку Аллоф получает ультимейт снайпер. Очень много решает то, что нет байбэка. 5 на 4 не вариант драться. Магнус, форстаф, РП. Но снайпер успевает прожать. Блэккинг Барр. Великолеп на Блэккол. Но тролль у нас прикоп. Он выходит. И второй овергроз. Когда тролль уже все провязал. Магнус выходит. Пытается что-то сделать. Но РП уже нету. Снайпер начинает всех расстреливать. Потрясающая реакция исполнения от Асусов. Сайлента забирают. У него нету байбэка. Как сейчас среагировал Год? И как сыграл ФНГ? Его два ультимейта решили вообще сейчас всю драку. Фактически. Год задрался. Если бы его увезли, это был бы провал. Но Магнус не может увозить. Хотя, слушай, он же когда-то мог увозить даже через БКБ. Вот этим скьюером. Ну, понерфили там многие вещи. Это было бы вообще... Теперь мы понимаем, насколько это жестко. Спиритбрейк разбивает разгон. Выходит Queen of Pain. Троля, конечно, нет. Но двух овергрозов тоже нету. Цепляют троля. Резолюшн прыгает вперед. И... Резолюшн расстреляли. Резолюшн сдался. Все живы. Все живы. Денайт Трента или Дан. Забирают Рубика. Дан все еще жив. Но он очень каленый. Магнус дает свою волну. Но продамажил в итоге одного снайпера. Это КГ, на самом деле. Потому что забрали в очередной раскопу. Поэтому уничтожного нет. Асус почти ничего не потратили. Ну, если брать такие... Знаешь, они все бьют с руки. И тут такие маленькие кулдауны. И просто идут трон. И просто идут трон, да. Но что тут трон как-то не особо дамажится? Крипы не на базе. Сейчас крипы должны зайти. Ну нет, почему? Дамажится, смотри. Все, все, дамажится. Пострелял просто сначала. Не стали падать Тр-4. Асусы в этом патче могут сидеть хоть 2 часа на базе. И они пересидят своего соперника. Вот гейм такой нормальный. И если противник хоть раз ошибется, как вот сейчас Клопа без Байбека, то потом ты просто идешь пятером. 5 больше, чем 4. Элементарная математика и все. Смотри. Забрали 2 башни и тут же дали. Но видишь, что тролль выходит. Выходит также Рубик. Можно здесь встрять. На самом деле очень много получили сейчас. Ни одной стороны не потеряли. Посмотри на карту. Тренд заставил все абсолютно. Причем гема сейчас у Империи нету. Я не знаю, есть ли он у них в магазине. К сожалению, закрывает сейчас. Да, в магазине он есть. Его можно купить. Его нужно будет покупать. Но терять его уже будет нельзя. В то время, как у Асусов, у самих 2 гема... Один свой, один имперский. Лина покупает Башар. Спирит Брейкер забирает себе Кирасу. Артефактов появилось миллион сейчас. Просто миллион артов. И отыграли 14к отставания. Снайпер покупает Мьёльнир. Пошел разгон от Спирит Брейкера, но в итоге решает не врываться. И дабл дэмэдж. И Рошан стоит. Ну, немножко страшновато идти, конечно, на Рошана в такой ситуации. А он уже не сильно решает. Да, снайпер возьмет Аегис, но вместо этого Аегиса он мог бы взять себе 6-й слот, например. Он мог взять какую-нибудь бабочку или там... Каус, да что угодно. Как же он фигачит. МКП, да. Фигачит нормально. Или да, то в 6-й слотов. По-моему, фокус возьмет Аегис. Нет, нет, снайпер решили. Ну, такое. Он мог, на самом деле, быть и посильнее. Трент дает овергроз. Он просто пушит линии. Да, он просто пушит линии. Он сверху, снизу. Это, кстати, прикольный герой. Это аналог Тинкера. То есть Тинкер раньше надо, чтобы пушить линии. Ему надо было ЛТП-шиться и прогреть в лес. А Тренту даже этого не надо. Он просто поставил свои деревья и привет. Нету одного ультимейта. Но, я так понимаю, сейчас аккуратно хотят зайти. Просто продамажить вышку. Почему не стали Тир-2, ну, Тир-2, МИД и верхнюю линию ломать? Потому что Тир-2 вышки еще стоят. Поэтому решили сломать Тир-4, чтобы уже сопернику дамажили Эншент крипы. Если он отвлекается, ходит с базы, идут дальше. Но здесь, на самом деле, неплохо было бы по верху пройти. Мы видим, что ФНГ показывает. Да, пойдем тиграть наверх, ребят. И самое главное, знаешь, торопиться некуда. Как завещал нам, не знаю, наверное, гейт. Торопиться, ребят, реально некуда. Спокойно бегаем, фармим. И мы победим. По-моему, у всех. Ну-ка. Да, 8000 года, 4000 Queen of Pain. 3000 у Магусы, 3000 у Тролля. У Империи нужны сейчас байбеки. Да и, в принципе, Асусам они не помешают. Что у нас по байбекам? У Асус нету, у Спирит Брейкера, но будет через 200. И у Скайрос Мейджа будет через 20 монет. Сейчас вышку снесутся, все байбеки есть. Да? Вот теперь посмотрим, пойдут ли. Вообще должны пойти. Снайпер умрет, появится с Тегисом, умрет второй раз, потом выкупится и вернется на трейлах. Без воли цепляют. Снайпер просто стоит. И нападать на него страшно. Энигма прожимает БКБ. Психанул. Варриэль психанул. Минус БКБ. Такой ситуации в Сайланс ему сбивает блокхол, все что угодно. Все что угодно, да, ему сбивает блокхол. И ему и Ул сбивает блокхол. И в итоге осаждать Тегисом. Понизу пушат крипы. Лина уже подходит так нагленько. Тролль готов врываться. Врывается в Снайпера. Снайпер Блэкинг Вар бежать. Врывается также Скайрос Мейдж. Все в БКБ. Увязается Овергросс. Неплохо могут зафокусить. Тренд дает второй Овергросс. Блэкхол прямо на Снайпера. Снайпера засуд. Блинкается в итоге Тренд. Тренд спрятался в лесах. Снайпер убивает второй раз. Будет ли байбек? Не-не-не, тут байбек пока рано. Обусы забрали, забрали всех. Но шикарный тимфайт. Я на самом деле снимаю шляпу. Как же они классно все сделали. Тролль ворвался первым. Это очень сильно порешало. Просто я удивлен, что брат Трум не прыгнул на Троля. То есть надо было восстановить этого парня. Поскольку Тренд дал свой ультимейт. Вроде бы он на 4,5 секунды его обезвредил. Но Монта. И у Трента тяжелый выбор. То есть ему нужно либо сразу бахать рефрешер. И давать второй ультимейт. В результате Тролль будет фактически один за Дизебиан. Либо ждать команду. Дождался команды. Но в этот момент уже ворвались все оставшиеся. О, Skyros Mage встревает. Но успевает блинкануться. Да, и в итоге тот же Редан толком даже ничего не успел сделать против Блэкинг Баров. Красивая драка. Ну и теперь разводить на байбеке нужно. Развели пока что только Skyros Mage. Квапа покупает хекс прежде всего ради двух... О, ульт рефрешера. Прежде всего ради двух хексов. Ну и два ульта тоже неплохо. Ну и теперь нет Блэкхола. Вот без Блэкхола там все не так здорово. То есть без Блэкхола бы снайпер там мог убежать. Вполне. Все до сих пор в деревьях. Их на самом деле рубить сейчас задолбаешься. А рубить надо. Да, просто дает овергросс. Тренд фармит весь лес. Мы видим. Зафармил водкам. Зафармил... Ну здесь големы. Здесь маленькие крипы. Их не зафармил. Потому что просто-напросто нету елки. Ну Тренд пока фармил. Такой нормальный. Да, у него уже блинк. Ему очень помог там этот блинк на некоторое время. Ну теперь осталось купить себе какую-то алибарду. Наверное. И можно еще на перспективу подможить к эффексе. И вообще врываться в ответ. Сатаник от тролля. Алибарда смотрится достойно. Снайпер хороший выбор делает. Покупает Дейдалус. Учитывая, что из месов только топорики тролля, которые не работают против Блэкинг Бара. Тренд находит Алоху. Алоху у нас вардил. Алохе нужно помогать. Но никого рядом нету. И его забирают. И разгон у нас спиритбрейкера идет. Нет, это просто разгон в крипов. Думал, что в Энигму побежит. Забирают Алоху. Опять идут по верхней линии. Может быть хотят как-то поймать на тайминге Блэк Холла. Но по-моему Блэк Холл-то успеет откатить. Да, 40 секунд все на все осталось. Нет, по-моему сейчас плохи дела. Сейчас уже не в тайминге Блэк Холла дело, а в том, что у Резолюшена, Хекс и Блэкинг Бар. Если Резолюшен кладет снайпера Хекс, он труп сразу. Ну, ему там тяжело выжить. Ты кладешь Хекс под прокаст, потом даешь второй Хекс прокаст, и только за 7 секунд год умрет моментально. Сейчас начинается та самая величайшая стадия, когда вам выгодно сидеть на ХГ и с него вообще не слазить. Ну, разве что Асусы еще видят всю карту. Молиться опять на что? На то, что кто-то загуляет, какой-нибудь Резолюшен, Лоха Дэнс, и вот тогда они смогут снова пойти 5 на 4 и пропушить. Короче, нету слота под топорик и ничего не сделать. Нету слота под топорик, да, надо придумать там. Эмпайр поставили. Посмотрите, сколько вардов поставили имперцы. Мне кажется, у них... Так, сейчас, одну секунду. Вот он, Вижен Империи. Мне кажется, вардов у них просто сейчас в магазине нет. Вот Лил начинает сбивать потихоньку. Разбивает Смоук на этом месте. И Магнус потихонечку идет к рефрешеру. Слушай, сколько можно подержать снайперов дизейбрид? И вообще всю команду Асус. Значит, получается почти 7,5 секунд у Магнуса. Это потом еще 8 секунд от Энигмы. 7,5-8 это 15,5. 2 Хикса. Так, 15,5. Еще 7 это 12,2. 12,2,5. Ну и тролль, который кидает башки. Кстати, нашли Алоха Дэнс. Я по-прежнему не знаю, чем тут Алоха Дэнс занимается в соло. Я не знаю, может быть он... С гемом. С гемом один. Вот здесь вот. Вот здесь вот. Вот смотри. Просто один. Вот здесь его команда бегает, смотри. Вот она знает, где можно бегать. Вот на территории. Да вообще, вообще забавная ситуация. Асусы бегают, формят всю карту. У них есть вижен абсолютно всего. Находят резолюшена. Вижена нету. Тренд просто блинкается. Атака на года. Год. Год второй Хекс может получить. Включает БКБ. Подходит. Ой, как опасно Год. Нет, Год умирает. Год умирает. В итоге... Второй Овергросса нет, потому что тренд юзал ультимейт. Второй Хекс есть. Есть бегут за Фобосом. У Фобоса есть БКБ. Чика надо валить. Разгон КД 2 секунды. Эншент падает от крипов. Нужно возвращаться на базу. Если сейчас здесь будут драться, может очень больно быть. Сейчас Йоку офигеется такого. Сейчас Фобос будет соло добивать Трон. Нет. Трон падает, пацаны. Хильте Трон. Вышка падает сверху. Крипов слишком много. Из-за того, что тренд дает свои ультимейты, линии пушатся. Фобос сыром. Просто Фобоса... Получил старчик. И... Не-не, он не прыгнет. Прям очень хочет, но увы. Не прыгнет, да. В итоге отдают двух героев. Но, опять же, у снайпера, во-первых, есть байбэк. Во-вторых, не могут выйти в пуш. Из-за того, что тренд дает свои ультимейты постоянно. Вот сейчас ему второго ульта не хватило. Был бы второй ультимейт, снайпер, возможно, бы даже выжил. Потому что бить бы его никто не смог. Но! Эм... Из-за того, что эти ульты по КД даются, у нас здесь ёлка, у нас здесь ёлка, у нас вот тут ёлка, тут ёлка. Постоянно линии давятся. В принципе, да. Можно сказать, что Асусы уже играют с мапхаком. Ну, почти. С мапхаком, да. И вот и Никон, кстати, может вырубать. Вот что-то флай, не знаю, не кастует миднайт пульс. Нужно просто идти, вот, там, увёлся деревья. Ну, штука полезная, вдруг драка начнётся. Ну, блин. А деревья он не видит, и гема нет. А вдруг тебя видно, и тогда тренд тебя ультанёт всех. То есть такое... Чёрт его, дери. Нету гема, нету гема. Папа, взолюшн просто прыгает в лину, в хайпо. Получает всё. Умирает. И умирает. Да, он думал, на самом деле, что, может быть, они испугаются, учитывая, что троих нет, но двоих нету, но мы видим то, что... Видит, видит. Я вижу на линии обусал, вот что я вижу. Да, Эбисол на линии, он давно уже купил себе башер, сейчас с Эбисолом бегает. Я вижу лотар, ноль сентрей, да, и можно развлекаться. Это не лотар, это инвесторинта, но смысл примерно такой же, действительно, ноль сентрей. Ноль сентрей. Есть ноль помощи, а есть ноль сентрей. И поэтому Асусы... Вот кажется, что за хрень происходит? Асусы, вроде у них пик такой, который в драке, ну, чувствует себя не так хорошо, потому что все-таки Блэк Холл, 2 РП и Тролль, это слишком опасно. Но они бегают по одному фармацию карту. Как так происходит? А вот как. Вот что видят у нас имперцы. Много, согласен. Гварды неплохие стоят. А вот что видят Асус. Вообще все. Вообще все. То есть им опасаться только вылазки в смоках, и то одного героя убивают, там тратят на него безумное количество всего. И все герои тебя могут уничтожить моментально. То есть тут может на голову влететь Лина с Хексом и Абусалом, это на самом деле страшное зрелище. Она, по-моему, тут вообще-то даже троля перевернет, если хорошенько барстанет. Тот же Скай, да, тот же Скай, уже почти 20-й. Прикапывает всю команду Empire. Ну, не всю, половину. Часть, да. Этериал Блэйд на тринте. Массайте, какие артефакты? Ну вот 60 минут. Тут Хекс получает Сайлент. РП получает Иллидан, Иллидан. Увозят его. Но снайпер начинает расстреливать сверху. Тролль, Блэк Кинг Барр. Но Овергросс, Эбисол, Ультимейт. В итоге минус тролль. В этот момент цепляют Энигму. Флай есть Блэк Холл, но давать его в такой ситуации это полная хрень. Нужно выкупаться сейчас двум героям. Нужно выкупаться пока еще не поздно. В итоге минус Рубик. Рубику тоже нужно выкупаться. Всем выкупаться, иначе вас просто проломит. Не, вообще можно убежать. И ждать дальше, когда Эмпайр заградит. Знаешь, в такой ситуации ты чувствуешь, что это игра в кошки-мышки. Ну то есть Эмпайр, они просто мышки. Так, год купил курьера. Это значит, что он сейчас что-то себе... Время собирать курицу. Одевать ее как боевого пекомца. Ты просил ферму. Ну такое, да. И вот в принципе, знаешь, поскидывали сообщение, что можно какие-то грейды там сделать. Знаешь, лаборатория, в которой грейды можно делать. Как в Варкрафте там в свое время. Ну раз уж слотов нет. Можно на речке нефть добывать. Где-нибудь. Тоже вариант. Трент фармит Сетериал Блэйда. Вообще, ФНГ не парится в этой игре уже. Заканчиваются варды у Империи. И вот буквально через 20 секунд они перестанут видеть. В этот момент, знаешь, в этот момент можно не отчаиваться. Потому что, как показала команда СФЗ, можно просто сесть на базе и не выходить с нее. И пусть Асусы фармят, хотя фармить им уже дальше некуда. Мы видим Линов 6 слотов, Снайпер 6 слотов. Хотя нет, что-то он... Ну сейчас он будет новые слоты покупать. Брат, Рум скоро 6 слотов. И Умпайр то же самое. И все, битва за Средиземье закончена. И осталась битва. За что там была битва? Ну, короче, за замок. Ну, в стилении конец. Колец. Минастирит? Ну, короче, за... Да, вот зато и осталась драка. Ну что, уже можно не выходить с базы. Можно спокойно сесть и расслабиться. К Умпайрам. Потому что без гема это уже... Не, гема не купили, кстати. А, новый купили гем. Да, только Рубик не то дерево срубил. Рубик... Ну, Рубик сейчас лесорубом заделся. Стрёмно. Алоха. Тюмейт. У меня просто привычки остались с пабу. Вот он играет в папочки там на 7к. У него там 4к ребята. Ну, потому что с утра все дела. И он... Ну, как бы у него просто, знаешь, привычка, что... Да я сейчас пойду разнесу. Я сейчас пойду супервард поставлю. А Асусы наоборот. Они задроты там Айдека и всего остального. И мы видим то, что... Их тут тяжело поймать. По одному. Хотя, возможно. И видит Года. Но посмотри, что творит Год. Он просто стоит один. И они боятся уже. Просто гангает соло снайперов. Слушай, а что он выложил? А, Мом. Да. Ну, а зачем уже? Можно купить там что-то повеселее. Вот МКБ-чика даст его, а бахнет его в разы веселее. Вот сейчас Лотары, по-моему, решают только. Вот как бы смешно бы это не звучало, решают Лотары. Смотри, Лина в инвизии. Она стоит в инвизии. И если пойдет в Лотаре Квапа, если у Квапы будет Гем, и она пройдет в Лотаре, она увидит и Лину, и Трента, и это, по-моему, единственное, что вообще сейчас можно спасти этих ребят. Потому что все остальное, на все остальное уже просто насрать с высокой горы. Какие бы у тебя артефакты не были на замес, замеса нету. Есть просто игра фарм, которую Атус Полар выигрывает, и у них уже 20 тысяч. 20 тысяч голды. Поэтому их нужно научиться ловить. И вот эти вот блинки на троллях и все остальное, они уже не решают, поскольку нужна невидимость, чтобы нападать. Да, и, кстати, по-моему, Готу тут подсказывают чатики. Готу, в принципе, можно уже рапиры покупать и класть на фонтан, чтобы... Гемы, рапиры, да, ворды складывать. Да, гемы, рапиры, но на самом деле это прибыльная вещь. Ну, пока... Ну, вообще, да. Вот у него есть уже седьмой слот, по факту. То есть у него там Мом, который он продал, взял себе МКБ, а Егис выпадет. На байбэк ему 3К хватит. На Элидана. Тринта подняли. У Элидана проблемы. Проблемы у ФНГ. Дает хороший ультимейт. Нападает на резолюшн. Просто минус один, минус два. Подходит Савин. Подходит Энигма. Энигма старается законтролить. Потрясающий Блэкхолл по двоим. И еще реверс полярити. А Егис весь реверс полярити... Есть реверс полярити и ебут позиции. Ждут года. Год появляется. Получает БАШ и его без реверс полярити. Вон так же тролль бывает. И тут еще резолюшн напал на Фобоса. Фантастика. Рефреш. Хекс. И Фобос отвозят его. Забирают. Минус пять. В размен на двоих. Если я все правильно увидел. Теряют кучу всего. Теряют гема, Егисы. Сыр в итоге Фобос не поражал. Потому что уже было бесполезно. Понимаешь, я хвалил Атус Полер. Но по-моему они немножко сдались. Почему? Потому что вот так вот. Ну просто очень хорошо. На самом деле. Эмпайр сейчас драку провели. Тут мог бы быть абсолютно любой исход. И что самое главное. У Асусов есть пять байбаков. Мне нравится то, что они не знают байбаки. Они вообще их не знают. Они ждут, когда подойдут. И можно будет тринту улететь. И вот сейчас начнется. Сейчас просто все байбаки одновременно. Портепикейшн. Байбаки разом. Всех привязала. Эмпайр бежать. Бежать, продавать. Нет, валите, ребята. Минус Энигма. Без байбака. А вот это... Слушай, это вообще нормальный байт получился такой. Разом выкупается пять человек. И в этот момент ты понимаешь, что... Вапа. Разгон на квапу. Телепорт домой. Беги, подружка. Уходит. Его счастье, что тут не было зачаровано дерево. Иначе бы он сейчас уехал. Ульта нету, тринта уже. Он разок ультанул. Ну слушай, вот сейчас байбек у Игмэй нету, но Асусы об этом не знают. Реально не знают об этом. Ну и, конечно, самое как бы лучшее решение в данной ситуации, это подождать шесть минут. Новые байбэки подождать. И снова провернуть. Семь минут, я извиняюсь. Ты знаешь, по-моему, ФНГ уже всю карту сделает красный. Там Эмпайр просто в один момент купит гиамп. Пойдут рубить одно дерево, второе, третье, четвертое, пятое. Там уже нужно было этот рефрешер использовать, чтобы обновить топорик. Да, да, да. То есть и они просто поймут, а в туз лупили мы этого тринта и просто не будем рубить деревья, пусть стоят. Ну да, ты на самом деле прав, потому что все больше и больше. Дается ультимейт тринта, смотрим на крипов, крипы падают в лесу. Весь лес зафармил свой, чужой. Вот, посмотрите, что происходит. Все. Волкинг Дэд в первой серии было так же, когда он проснулся, а ничего нет. Только трупы кругом. То же самое. Ну смотри, Эмпайр все поняли. Я не знаю, может они стрим слушают, там подсказывают менеджеры, ну все. Все по... Ну у всех есть свои слоты. Вот Магнус еще купит, какой-нибудь Хекс может купить. То есть ты прыгаешь, даешь... Ну короче, вообще вот комбинация Хекс-рефрешер, она жесткая. Или рефрешер описал. Вот две штуки. То есть это нереальный контроль лейте, учитывая, что все больно бьют, она может ворваться. Смотри, что делают Асусы. Стоят на фонтане, вообще никуда не двигаться, где стоят. Понимаешь? Вот даже они согласны, что нужна ферма. Может они бастуют, я не знаю, такого рода, но... Посмотри, они стоят. Профессиональные игроки в Доту 2. Профессиональная команда. Они просто решили там, не знаю, пойти в душ сходить, помыться после такого пота на 67 минут. Они решили там, не знаю, расслабиться, там какой, знаешь, там отрезок из КВН посмотреть. Они просто ждут, где находится Эмпайр, видишь, что Эмпайр на своей базе. Эмпайр, знаешь, в этот момент... Эмпайр ждут. Ты помнишь ту самую историю про вот этот мультик хоккейной команды, там, Метеоры вымпел, где всех удалили и два вратаря не могли выйти? Может, ты боишься, здесь вот прям то самое. Только Трент фармит в такой ситуации. Причем, знаешь, вот Фурион какой-нибудь, да, или Спектра с Радиком, или Нага Сирена с Радиком, которая может ультить и забирать там, ну, или своими иллюзиями забирать фарм. Они вообще курят в сторонке против этого Трента. Он просто дает ультимейт, и он фармит всю карту абсолютно. То есть нет такой точки. Вывод. Трент без Хера in the World во всех пабликах страны завтра. Потому что, по-моему, если бы не Трент, ну, Эмпайр бы выиграли уже давно. Но благодаря вот этому мап-контролю и позиционке Эмпайр вообще ничего не могут. Ну, то есть, они единственное, что могут, вот тут вот сидеть. Но, когда ты выходишь, вот за эти ёлки, там миллион способов, как тебя схватить, потом обновить этот ультимейт. И снайпер, вот, знаешь, как анкопулеметчица просто стоит и стреляет. Эмпайр вышли на Рошана. Ну, такое, Эмпайр на самом деле уже, смотри, где стоит, смотри, где стоят Ас. Ас, вот так вот, ты будешь смеяться, но так вот профессиональные игроки бастуют против, в тайне бастуют против Айс Рога. Вот, смотри, они стоят на фонтане и показывают уровень. Я чувствую, если, знаешь, вот некоторые... Ой-ой-ой. Оп. Оп, ФНГ нашел. Артемка хорошо показывает. В этот момент все линии из-за того, что деревьев дофига пропушились. И так как уже Эншент голый, нужно будет скоро... Не, они идут, посмотри-ка, идут. Идут в атаку. Что по байбекам? Байбеков еще две минуты не будет. Слушай, сейчас небольшой шанс для Империи что-то сделать. Хотя у нас полетел Тренд вниз. Короче, Тренд пошел. Тренд пошел подпушивать, зачаровывает елки, дает рефрешер и уходит на базу. Империи играют с огнем. Нереально играют с огнем. Понимают, что лучше не играть с огнем, просто бежать. Ну, вообще, надо бежать. Корова! Нет, конечно же никто не будет атаковать. Фобус тоже понимает, что да. Даже несмотря на то, что частенько у нас бытует мнение, что тот, кто нападает первый, тот и играет в этой игре. Не в этой игре. Не в этой игре уж точно, да. В этой игре. Представляешь, если сейчас Empire потеряют каким-то образом топ, а не вообще с базы никогда не выдать. Они вообще, ты понимаешь, что в этой игре даже мега-крипы уже ничего не дают. В принципе, то есть уже настолько все жратые, что пофиг. Я вот что хотел сказать. У нас новая позиция есть. Называется она Asus-позиция. Год, в принципе, в ней находится. Смотри. А что ему делать, серьезно? Он понимает, я 6 слотов. С каждой секундой, чтобы радиус снайпера рос на один какой-нибудь микро-нано-сантиметр, не знаю. Ну, подожди, Empire? Чтобы он мог потом с фонтана уже просто настреливать. Что творят Empire, они понимают. 200, а они знают, что кулдаун байбеков еще минуты 30 у всех. Могут на травелах зайти и развалить. Они знают это, ты смотри. И смотри, застают врасплох. Кулдаун, блинкаут, рента. Цалин. Трапнель. Нужно бить. Ну, то есть, нужно бить, это шанс. Это шанс. Минута, минута кулдаун байбеков. Бьет барак. Овергросс пошел, но никого не прикапывается. Он-то посадил почти на все КП. Влетает квадрат, дает хекс. Резолюшн психанул. Психанул резолюшн. Нет, нет, нельзя психовать. А уходерс пошел. Срубил елку. Срубил елку. Дерзкий. Дерзкий, как пуля резкий. Срубил елку и бежать. Все, вылазка удалась. Можно отхайдить. Сломал забор просто. Смотри, Сайленту под Сатаником, он уже от крипов откиливается. Ну, да, Сатаника нет. Влетает квапа. Второй раз. Нет ничего. Трент готов врываться. Влетают хекс в Сайлента. Ирп, Энигма. Шикарный рассказ. Но сбивают блокфол. Я не знаю, чем, но сбивают. В итоге Квин оф Пейн дает второй ультимейт. Трент очень битый. Трента сбирают. Но Сайлент умирает от снайпера. Снайпер просто стоит под своими Тир-4 товарами. Минусует одного, второго. Байбеки пошли у нас. У Трента байбека нет. Рубик отхиливается. Сейчас его будет видно. Он получит ультимейт снайпера и умрет. Хотя, нет, есть блинк. Можно увернуться будет. И армор Трента. Армор Трента отхиливает. В итоге, размен у нас получился 3 в 1 в пользу Асус. Они отдали только одного Трента. Причем еще развели на два байбека. А посмотрите, пожалуйста, на бараки в этот момент. Я хочу, чтобы вы... О, Рубик! В итоге все-таки забирают его. И минус гем. В итоге, видишь, Эмпайр допустили непростительную ошибку. Они пошли таковаривать. Вот какие же они глупцы, наивные. Видно, что малые, еще малые, не поняли весь вкус этой ноты. То есть, как бы, как же легко их Асус Поллер делают. За счет того, что они просто сидят и не влазят в базу. Короче, Скайрос Мэйдж с двумя гемами. Он сейчас придется ему брать Аегис в такой ситуации. Или может быть Году, да. Я думаю, Аегис можно, в принципе, на Рошайни уже оставлять. Не-не, Лидан, есть еще свободный слот. Нету денег на последний какой-то слот. И более того, сейчас у Асусов, у всех абсолютно, кроме Спирит Брейкера и Скайрос Мэйджа, откатили байбеки. Ну, точнее, они тоже откатили, но нету денег немного. Тролль берет себе Дейдаус. Продал Блинк. Нет, стой, подожди, Блинк он уже давно продал. Куда ты его вставишь? Скажи мне, пожалуйста. Манту продавать нельзя, это фейл. Театрент похоронит. Вот, перетянулся. Скайрос Мэйдж на топе. Зачем он взял Дейдаус? А, вот он взял. Вместо чего? Что у него там было? БКБ. Вместо БКБ. Ну, кстати, решение не такое плохое. Тут один стан только. А, хотя есть хиксы. Не, хрень. Даже 5 секунд БКБ будут сильно тащить. Асусы поддавили. Опять соперника гема нет. Тренд фармит на топе. У него 6 кусков. Да, в таких ситуациях, мне кажется, ФНГ очень жаль, что в Доте нету такого итема, который бы стоил там 100к. Назывался бы рефрешер рефрешера. Чтобы обновлять рефрешер и отдавать. Ты знаешь, в свое время, когда играли в героях, насколько я помню, была простая игра, то есть там был лимит, и в конце все упиралось там в нюки, стак существ. И в один момент, по-моему, там придумали такую фишку, как можно, ну там, то есть можно левелапать свои замки, можно потом левелапать своих существ. Короче, там просто миллион левелапов, знаешь, такая пирамида. И в результате вот в Доте, по-моему, когда-нибудь, если этот патч еще будет жить, там в ближайший год, то подобное сделают. Короче, можно сказать, что Энигма реально зря не купила Мидас, потому что у нее нету линки рефрешера, а ей здесь эти артефакты бы неплохо порешали. Можно сказать, что они, в принципе, все зря не купили Мидас. С такой игре поднимают, трин-тайк, вывозят, спиритбрекер пошел, но вовремя отменяет, разводит, ну как же все нервничают уже, смотри. Все жмут с такой задержкой или преждевременно эти Блэккинг-бары. В итоге нет БКБ на спиритбрекера, но, по-моему, ему пофиг. А вот то, что на Магнусе нет БКБ, это плохо. А у меня рефрешер есть, то есть он нормально все сделает. Я бы на месте Асусов, честно говоря, не знаю. Не, хотя Аигис на линии можно разметить. Вот смотри, когда был Аигис на снайпере, было так себе, потому что на снайпера напали, где в БКБ-чиках Лина можно сделать мало. А вот теперь Лина пайтит, она бьет базу, а снайпер стоит в позиции, и он реально тут убивает, по-моему, всю команду в одиночку. То есть хорошая комбинация. Единственное, линии тяжело бить, потому что может словить Хекс и Йоку ее вывезет. Слушай, какая игра тут, на самом деле, реально... 75 минут и ломают Тер-3. Ломают Тер-3, да. Все, Тер-3 минус, отступать. Но БКБ-чика у Йоку от Кулдауни Лес, и теперь можно хоть одного забирать, потому что здесь нет деревьев. Здесь нет деревьев, и тяжело улететь Тер-3 минус. Гаррис Мейджа цепляют, Хекс в него потратили. Алуха Дэнс палился. Нашли Алуха Дэнса. Алуха Дэнс, беги, беги. Вот это урон. Да, ему вообще не продамажили. Эншент снизу начинает бить, видит, что тролль ушел, и можно сейчас побить Баракия немного. Тролль-то посмотрите где. Да, видят, видят, что тролля нет. Заходят, начинают дамажить. Есть Глиф. Магнус, РП неплохой, в двоих, увозят двоих. И Блэк Холл по всем трендам дает Овергросс. Все включают Блэк Кинг Бары, воруют Овергросс Рубик, но, по-моему, ничего не успевает сделать. В итоге лопается у нас Рубик первым. Лина очень битая. Лина падает, но у нее Аегис. Ультроля влетают в кода. Тролль получает дизарм. Вот оно наказание за то, что ты продал свое БКБ, за то, что ты его выложил в дизарм на 3 секунды. Тролль в итоге падает на 125 секунд. Снайпера забирают. Тут же Байбэк. Можно лететь обратно. Драку. Или можно просто остаться на базе. Сайлент дает Хекс. Резолюшн дает Хекс Лине. И в итоге падает вторая сторона. Сайлента все еще нет. Год остается на базе. По-прежнему не выкупается. Скайрес Мейдж выкупается. Тренд. Блинкуется в Энигму. И начинают лупить Эншент, который в этот момент уже практически упал. Ну, поздравляем команду Asus Polar. Такая важная победа для них. Они выцарапывают буквально слот на ESL One Frankfurt. Все, что остается им теперь сделать, это оформить визу в Германию, приехать и играть на лане. Продолжение следует.